Всем добрый день, Азея Ворубинс. Мы продолжаем 13 принципов Верамбаму. Мы заканчиваем книгу Йова. Это была всего лишь под тема. Я просто хотел напомнить, что вот то, что говорил последний там из собеседников друзей Йова, Илигу бен Бархаэль, в чем его новшество заключалось? В том, что человека можно, к сожалению, это сейчас актуально, спасти от смерти 2-3 раза, не больше. Вот так вот, да? То есть он говорит, да, что можно изменить судьбу. Мы говорили про судьбу, про предопределенность, да, значит, кто этим занимается, то ли Всевышнему прямую, то ли через разные небесные сферы, подтверждение Аристотеля. В любом случае, Илью бен Бархаэль говорит, да, что вот есть этот ангел, рекомендатель, который может спасти человека, но это 2-3 раза в жизнь, не рекурсивно, раз в месяц или раз в году. Поэтому мы, в целом, заканчиваем книга Йова. Мы к ней еще вернемся немножко, когда у нас будет тема награды и наказания, да, значит, там мы придем в конце принципа Врамбама, и это будет конец книги Йова. Сейчас я хотел... Павли, вам можно вопрос? Да, да, пожалуйста, Таня. А человек осознает, что он мог погибнуть и его спасли, то есть изменить ощущение? Да, душа человека понимает, что он от чего-то спасся, конечно. Это вот то, что интуиция, пятое, шестое чувство, это оно. Конечно, человек знает, что он спасся от какой-то опасности. Конечно, конечно. Да, и Йова ощущал и знал, что он спасся, ведь он был в сущности, да, душ его не трогай еще чуть-чуть, и Сатан тронул бы его душу, его животную душу, и осталась бы только вот та вот душа из будущего мира, неубиваемая. Он, конечно, понимал, что он был одной ногой в могиле, если можно так сказать. Поэтому как раз Йов очень-очень хорошо понимал всю эту дистанцию. Мы говорили в самом начале, что и он, и все его друзья понимали, что это все сделал свыше напрямую, не Сатан, что все гораздо сложнее и серьезнее. А почему два-три раза они там... Почему два-три раза? Это вот такое вот знание приносит Илюбер Барбанхель. То есть, опять-таки, согласно Рамбаму и Мальбему, значит, первые и последние из этих друзей, они выражают точку зрения иудаизма. То есть, первый другу найдет строго по Рамбаму награды наказания, что то, что ты получил, тебе должно было прийти, да, а вот последний вот из его, значит, друзей, который появляется в самом конце книги, очень неожиданно, он, значит, даже, он больше контролируется, как спасти душу человека, когда он попал в такой приклет, даже когда полагается человеку, как по заслугам или грехам, да, вот в этом его принципиальные отличия. Он говорит там меньше всех из друзей, и он говорит более практично, я говорил в прошлом уроке, что это вот то, что иудаизм записал в молитвах Рошана Йом-Кипу, да, что достаточно одного ангела, рекомендатора, и он переведет. Значит, плохой приговор хороший, спасет душу человека, но вот эти два-три раза, это вот максимальная возможность, да, после этого, все, человек уходит в будущий мир. А к душе народа это относится два-три раза? Нет-нет, это относится именно к конкретно отдельно взятому человеку. На уровне народа, коллективов, там у Рамбама совершенно другие главы, он рассматривает это в большой космогонной, так сказать, картине мира. Нет-нет, это речь идет просто про конкретного человека. Вот эти вот два-три раза, когда можно полностью изменить свой приговор к лучшему, спасти свою жизнь. Я хотел осветить, опять-таки, после книги Йова, есть немножко аналогичная история, не совсем, но есть немножко похожая история в книге Млахим, в книге царей. Да, то есть мы пока что, опять-таки, рассматривали пункт, что Всевышний один, да, и нужно было пойти в историю с Йовом, чтобы рассмотреть, действительно ли Всевышний один, или там Сатан, Сатана как-то активно играет на этом поле. И вся история с Йовом, она учит, что нет, Сатан, он, если хотите, метафора, это то, что мы цитировали из Талмуда Шимона Абин Лакеша, «Гу Сатан, гуя царара, гума ла хамалы». Он Сатана, он дурное начало, он ангел смерти, да, то есть принимает разнобличие, но принципиально это одно и то же. Есть немного похожая история в конце первой книги царей, и вот ее немножко сегодня я хотел поучить. Значит, вместе. Это история, значит, про Ахава и разных пророков и лжепророков. Значит, эта история находится в первой книге царей, еврейской, да, деление Атанаха, 22 глава. Но есть известное правило, что когда у нас есть некая цитата, то нужно, чтобы правильно понять цитату, посмотреть 3-5 предложений выше, 3-5 предложений ниже. Аналогично. Если у нас есть какой-то сюжет, сюжетная линия из Атанаха, то нужно точно так же посмотреть некую главу до, главу после. Поэтому я начну чуточку раньше. Мы находимся в книге царей, первая книга царей, 21 глава. И было после этих событий, это война с арамейцами в предыдущей 20 главе, у навота израильтянина, это не израильтянин, от слова «израиль», он навот га-израили. Израиль, это долина, она есть и сегодня, амик Израиль, это вот, скажем, где-то в районе Афулы, да, вот эта вот долина, она идет, начинается где-то из долга до Хайфы, и она, значит, ведет на восток в Сирию. И поэтому это была, есть очень важная долина, по ней, значит, чтобы не ходить по горам, люди из Египта в Сирию и наоборот, они по ней ходили. Так вот, у навота из Израиля был виноградник. В Израиле, в этой долине, возле дворца Ахава царя Шамронского. И опять-таки напоминаю, Шамрон это город, это так же получил название страны, так же как Мексика, столица, и по названию столица и страна, так же как и Бавель, Вавилон был город и название страны. Так вот, у царя Ахава есть свой царский дворец в Шамроне, и есть у него, значит, еще дворец в Израиле. И говорил Ахав с навотом, сказав ему, отдай мне свой виноградник, и будет он у меня огородом, так как он близ дома во его, а я дам тебе вместо него виноградник лучше этого, если же угодно тебе, то дам тебе денег, сколько он стоит. И сказал навот Ахаву, сохрани меня Господь, чтобы я дал тебе наследство отцов. Во-первых, все комментаторы тут же говорят, ведь есть закон, что царь, когда ему нужно, может экспортировать вещи, которые там нужно провести национальную дорогу, нужно что-то построить для нации, да, поэтому, казалось бы, царь Ахав может просто забрать, используя с этим законом, экспортировать винограднику навота, но обратите внимание, как четко говорит Писание, навот царь Шамрона, царь Северного царства, а дворец у него в Израиле, в долине Израиля. То есть это не национальный дворец, это его личная дача, это его личная вилла, на которой он здесь отдыхает. То есть если бы виноградник навота находился в Самарии, там, где сегодня Шамрон раскопали, Себастье, Агдумим, да, в том районе, то царь мог бы забрать, потому что приезжают делегации, их нужно разместить, нужно показать, могущество царя это, могущество страны, помогают на переговорах и так далее. Но здесь идет речь про его частную виллу, которая, конечно же, не просто вилла там, домик с садиком, это дворец, это все-таки царь. То есть у него и вилла, это тоже дворец. И вот здесь Ахав сталкивается со своим соседом, с навотом, у которого там виноградник. Да, значит, он говорит, давай как-то ты пойми меня. Да, то ли отдай мне его, я дам тебе другой виноградник лучше, то ли отдам тебе денег. Ну, в общем, мне нужна эта земля. Зачем мне нужна эта земля? Значит, я там что буду делать? Я там, по-русски здесь переверили огород. Царю, огород не нужен там, чтобы картошку с морковкой выращивать. Значит, на Иврите написано, будет мне зеленый сад. Будет мне зеленый сад. Это уже более точнее. Да, то есть огород это все-таки... Это приусадебный участок вообще-то. Да, огород... Не, ну, огород это огород, ну, там, пугало поставить, там, дыни, там, семечки выращивать, да, то есть... А вот сад зеленый, это уже по-царски. Это уже по-царски. Теперь, навот не просто отказывается, а он что-то очень такое тяжелое говорит Ахаву. И пришел домой Ахав печальный и встревоженный тем словом, который сказал он вот из Израиля. Сказав мне, отдам тебе наследство отцов моих. И лег он в постель свою и отвертил лицо свое к стене, не ел хлеба. И пришла к нему жена его из Эвеля и говорила ему, чем встрежен дух твой, что ты хлеба не ешь. То есть здесь что-то гораздо большее, чем неудавшаяся сделка. Человек назывался сделка. Окей, хорошо, пойдем, найдем новую сделку. Но человек, царь израильский, он приходит в ужасном расположении духа, он ложится к стенке, да, сам себя наказал, чуть ли не в угол сам себя поставил, ложится к стенке, не ест хлеба, не ест, не пьет. Человек пост объявил. Ему кусок хлеба в рот не лезет. Естественно, жена его из Эвеля это замечает. И так встрежен дух, но что ты даже и хлеба не ешь. И сказал он ей, потому что, когда грел основотом из Израиля, сказал ему, отдай мне виноградник твой за деньги. Или хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него. То он сказал, не отдам я тебе виноградника моего. Окей, здесь, во-первых, мы видим, что Ахав много опускает. Он на самом деле не пересказывает, что было на самом деле. Итак, сейчас поймем, что было на самом деле. Все комментаторы замечают, что Ахав беза, как пишет Мальбим, опозорил царя Ахава. Чем же он опозорил? Говорит напрямую. Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Ахав восприятие виноградника наследства отцов. Это его надел, нахала. То, что получили его праотцы при исходе из Египта. Но это еще полбеды. Это объясняет, почему он его не продал. Но вот чем он оскорбил Ахава? Очень просто. А ты, Ахав, продал наследство отцов своих. И слушай, дал поклонство. Это то, что он чуть ли не напрямую говорит. И вот это Ахав, Ахав был злодей. Но дурак он не был. Он был умный злодей. Умный во зло. Есть такое определение. Он был умный во зло. Так вот, этот умный во зло Ахав все прекрасно понимает. Не просто, что он ему не продал виноградник. И не просто, что Ахав сказал, вот он мне дорог, потому что мои там праотцы. А он ему из-за одной наехал на царя. И ничего не скажешь. Ты предал наследие отцов своих, удел. Ты служишь и длинном. И это именно то, что он своей жене не говорит. Он говорит, что произошло. Так и так. Он сказал, мне не продам тебе виноградника. Конец цитаты. Это, конечно, не цитата. Это пересказ. Ахав понимает, что навод прав. Навод прав. Более того, есть комментаторы, которые пишут, почему он ему не продал все-таки царь и все такое. Потому что он ему говорит напрямую, не огород он там будет делать, а сад. А сад. Там будут кумирные деревья и ашера, идолы. Как можно? Да? У меня спрашивали наши люди, бнынох из Дешковицы. Можно ли продать мед человеку из Дешковицы? Там четыре религиозные общины. Наши бнынох последние. Когда человек нам говорит, я сделаю из этого меда свечи, для запаха хорошего, и продам, поставлю их в церковь. Вопрос. Сейчас, в наше время, не сто лет назад. Я сказал, конечно, нельзя. Традиция запрещает. Если бы человек просто сказал, я хочу мед на свечи, еще туда-сюда. Можно понять, можно подозревать. Но когда человек говорит напрямую, что он будет с этим делать, Ахав говорит почти напрямую, что он будет делать с этим огородом, в кавычках. С зеленым садом. Он разбьет сад, там будут деревья. Деревья – это кумирные деревья, это ашера. Это его жена из Эвель, специализируясь на всех видах идолопоклонств. Поэтому, так пишет Мальдем, одна из причин, опять-таки, у Навота много причин, но это одна из причин, отрицательная, по которой Навот отказывается продать царю Северного царства Ахаву свой виноградник. Да, поэтому ситуация очень дурацкая с точки зрения царя. Он не может экспортировать виноградник Навота, потому что он не в Шамроне, он в Изриэле. Это его частный дом. У каждого есть частная вилла там с садиком. Нужно договариваться. А не только они договорились, он еще его сказал, и не поспоришь, что ты предал дело отцов, ты служишь ведом. Поэтому, как ни крути, тебе не продам. И вот поэтому, на самом деле, Ахава печален, потому что, если Навот это знает и думает про своего царя, ну, можно предположить, что другие тоже это знают и думают. То есть, Навот такой вот голос Америки, который неожиданно раскрывает правду правителю, что, оказывается, не все его любят, и как диктатора этого превозносят. А есть, кто очень даже критично относится к его духовному наследию. Он предал дело отца. И поэтому, опять-таки, Навот не хочет полностью пересказать слова. Ахав, слова Навота, говорит жене, сказал, и Навота, дай мне виноградник твой за деньги, а он мне сказал, нет, дай мне виноградника моего. Якобы, конец цитаты. И сказала ему Изевель, жена его, теперь докажи, что власть устроена из Израиля. Я научу тебя, как власть. Изевель была финикийская принцесса из Цора. Там был знаменитый союз с Цором, еще современный царя Соломона. И она там дочка от этих царей Цора. Встань, ешь хлеб и будь весел в сердце твое, и я дам тебе виноградник того-то из Израиля. Значит, дальше, опять-таки, мы не будем все читать, это отдельная история. Значит, Изевель организовывает лжесвидетелей, так называемый Димзом и Мим. В Талмуде, значит, есть такой том Макот, значит, удары или смертельные удары. Там, значит, первая глава, первая глава этого тома, она называется Димзом и Мим, лжесвидетель. Я напоминаю, опять-таки, лжесвидетельство. Одна из самых мерзейших грехов входит в 10 заповедей. Не просто там грех, одна из самых суровых вещей. На уровне долпоконства. Входит в 10 заповедей, да? Девятая заповедка. Не лжесвидетельство в себе. И вот, значит, Изевель там пишет письмо от имени царя, скрепляет печать, очень напоминает историю с Пуримом, там писали письма, скрепляли печатью, там, кто угодно, и та, и другая сторона. Изевель, значит, пишет письмо, значит, в городе, где живет Навод, объявляют пост, его садят посередине, там приходят, значит, Бневлиэль, злые люди, люди, значит, с дьяволом в душе, и, значит, лжесвидетельствуют, и Наводо убивают. Все. А по закону, значит, Аруге, Мальхуд, Нехесеем, Лемелех, всех, кого, значит, убивает царство, их имущество переходит в цель, это известный закон, он, опять-таки, есть и в Талмуде, и в Рамбаме, и везде. Поэтому, вот, Изевель так помогла, сейчас увидим, помогла на прямой ли в кавычках, значит, она помогла Наводо убить, а виноградник его перешел бесплатно к ее мужу, к царю. И дальше, вот, мы переходим уже вот в главу, про которую я хотел говорить сегодня, это 22 глава первой книги царей. И прожили они три года без войны между Арамом и Израилем. Там посередине была тоже одна очень нехорошая история, Бог передал арамейцев в руки израильтян, в руки Северного царства, и даже царя арамейцев Бенадада взяли живым и Ахава его отпустил. Ни больше, ни меньше. За что пророк говорит, душа его за душу, его ты его отпустил, заплатишь, ты погибешь. И прожили еще три года без войны между Арамом и Израилем, между арамейцами, Сирией и Северным царством. И было на третий год. И Ошафа, царь иудейский, спустился к Северальскому. Я напоминаю, что мы находимся во время разделенных царств. Есть не одно велеское государство, а два. Южное и Северное. Иудея и Израиль. Иудея маленькая и Южная. Израиль большая и Северная. При том, что опять-таки Иудея там в Иерусалим, там первый храм. Но там относительно немного людей, относительно, как это, скромненько, бедненько люди живут. Израиль усиленное царство. Сильное, мощное, богатое царство, которое обладается с арамейцами. Мощнейшая страна. И сказал царь Израильский. Это вообще хава. Обратите внимание, что он сейчас почти во всем в этом перике не упоминается по имени. И сказал царь Израильский, рабам своим. Знаете ли мы, что Ромод Геладский наш? А мы молчим. И берем вдруг царя арамейского. Ну, по-русски называется Крым наш. А вы в курсе, что Крым наш? Вот человек, значит, вспоминает, что мы тут сидим, бодаемся с арамейцами, это несколько сотен лет. А оказывается, Ромод Гелад, это территория, значит, за Иорданом. То есть она, скажем, южне голландских высот. Ну, в общем, она где-то там. Она у арамейцев. На северо-востоке. Почему это наше? Это действительно одно из двенадцати колен, да? Там с коленами наше жило действительно. Это наше принципиально. А мы молчим. А здесь у нас, опять-таки, находится редкий момент, когда царь иудейский приходит добровольно к царю израильскому. Там было несколько попыток войн. Там люди воевали между собой. Да, значит, южное царство призвало северное насильно к себе привести обратно. Куда там? Северное больше и мощнее. Да, Бог, чтобы северное их не захватило. Там несколько раз такая ситуация почти случилась. Поэтому здесь мы видим редкий момент, когда два еврейских государства не только они воюют между собой, а наоборот. Их главы, два царя, Йошафат, который очень хороший царь вообще в нашей традиции, и Ахав, который плохой, злой, мерзкий царь, они прекрасно уживаются в скобках, они там породнены. Там у одного дочка, у одного сына, они там женаты между собой, династический брак. Но не в этом дело. Это не личное что-то. А опять-таки, действительно, вот Йошафат был настолько хороший царь, что даже вот, так сказать, с братом своим, который лично, персонально вообще-то, злодей, тем не менее, он с ним нормально живет, даже приходит к иму. И сказал он, Ахав Йошафату, пойдешь ли ты со мной на войну в Рамот-Геладский? О, союзников проверяет. И сказал Йошафат царю израильскому, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так мои кони. Класс, да? Супер. То есть, есть действительно брат, по южной стороне границы, они действительно братья, колено Израилевы, только два разных царства. И он ему говорит, мы абсолютно как ты, да? Как ты, так и я, мы оба цари, мы даже родственники, как это сказать по-русски, когда дети женятся между собой, как это правильно называется, уже забываю слова, непобратимы, а люди поженились между собой. Как это термин Дима? Инцест, наверное, имеете? Нет. Не, 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 наоборот, когда сын одного человека женился на дочь другого, вот эти люди между... Родители жениха и невесты, кем они между собой приходятся? А, сваты. Да, 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 да. Так вот, Ахав и Иошафат, они сваты, их дети женаты между собой. То есть, теоретически, теоретически этого не произошло, можно было бы единое царство создать. Возможно, каждый из царей это имел в виду, это некоторые коменданты пишут, мне про это сейчас речь. Итак, Иошафат не просто не воюет с Ахавом, он не просто с ним в хороших дипломатических отношениях приезжает навещать его, он не просто даже лично с ним в хороших отношениях и женил, поженили своих детей. Он принципиально видит общую сущность с ним. Это проблема. Да? Так как один праведник, один злодей. Нельзя прикрепляться к злодею. Он говорит ему, как ты, так и я, а мы говорим, один праведник, одни злодеи, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так мои кони. И сказал Иошафат царю израильскому, смотрите, старая школа, мастерство не пропьешь, прошу, спроси сегодня слово Господне. О, Иерусалимская школа. Все на царстве такого нет. Или сейчас увидим, если есть, то пророки там, они на службе у государства. И сказал Иошафат царю израильскому, Ахаву, прошу, спроси слово Господне. Часть пророков. И собрал царь израильский, хам, пророков, в скобках по-русски написано, лже пророков, сейчас увидим, почему, нам это важно для дальнейшего, около 400 человек. Это те 400, которых Ильяу не убил на горе Кармель. Там были, это все комментаторы пишут, там было, значит, пророки Баала и Ашторот. Пророков Баала он успел убить, а пророков Ашторот нет. Так вот, это они. Почти те же 400 человек. Итак, было лже пророков, около 400 человек, и сказал он им, Ахав, лже пророкам, идти ли мне войной на Рамот Геладский или нет? И сказали они, иди, Господь предаст ему в руки царя. Все супер. Но сказал Иоушафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы мы спросили? Иоушафат почему-то не верит им. Сейчас я расскажу, почему он им не верит. Да, Дим, потом на Аману бьет Ахава, возведет проказы, есть некое, да, но это сейчас, это будет осуществление пророчества, которое сейчас будет здесь. Секунду, не будем заберять слишком вперед. Итак, Иоушафат не верит этим пророкам, нет ли здесь человека Господня. Пророка Господня сказал Царь Израильский, Иоушафат, Ахав, есть еще один человек, через которого можно вопрошать Бога, но я ненавижу его. Почему? Потому что не пророчество мне хорошее, а только плохое. И это Михаял бен Емла, Михаял сын Емлы. Это не пророк Миха из малых двадцатых пророков, это Михаял, другой человек. И сказал Иоушафат, не говори так, царь. И позвал Царь Израильский, одного придворного, своего, и сказал, приведи скорее Михаял сына Емлы. А Царь Израильский, Иоушафат, Царь Иудейский, обратите внимание, что Ахавзис называется по имени, он только Царь Израильский, Иоушафат постоянно по имени. А Царь Израильский, Иоушафат, Царь Иудейский, сидит каждый на троне своем, выездная сессия, трон вывозят, одетые в царские одежды с короной в полном боевом комплекте, не там на отдыхе у моря во Вьетнамках и в шортах, в полном царском прикиде. И так сидят они на гумне у входа ворота Шамрона, в город Шамрон. И все пророки, в скобках лже пророки, пророчества перед ними, А Циткаяу бен Кнаны, глава их, сделал себе железные рога, знак, и сказал, так сказал Господь, этими рогами избадаешь арамейцев до истребления их. О как, не просто победишь, а избадаешь до истребления арамейцев? Как Израиль может истребить арамейцев более мощное государство? Чепуха. И все лже пророки пророчествовали тоже, говоря, иди на ромот геладский и преуспеешь, и Господь предаст его в руки царя. Вот так. Теперь нужно раскрыть, как Йошафа знал, что это лже пророки. Талмуд говорит в Томи Сан-Юдрин и рамбам это выводит, что пророки могут пророчествовать в похожем стиле, но разными словами. Не могут два пророка говорить одно и то же. И поэтому рамбам и талмуд приводят, например, пророчество Захарии и пророчество Иеремии, которые говорят на одну и ту же тему, говорят похожими словами или одни и те же словами, но по-разному. Поэтому правило следующее, каждый пророк пророчествует по-своему, включая то, что ему передал Всевышний и как он это понял, включая его индивидуальность. Поэтому пророки могут говорить на одну и ту же тему, могут говорить в одном стиле, но не могут говорить одинаково. Здесь 400 пророков говорят одинаково. Иерушафат, конечно же, понимает, да, собственно, сейчас увидим Яхав, тоже это понимает, и поэтому он говорит, пошлем за Михаяу, он понимает, что это ложь. И посланный, который звал ходить Михаяу, говорил с ним до того, как привел к царю, сказав, прошу тебя, вот слова лжепророка, как одни уста, говорят царю добре, мы уже поняли, что как одни уста, это ложь. Пусть бы твое слово было, как слово их из реки, и ты добрая. Окей? Есть некая просьба от партии, от правительства и лично от товарища Ахава, поприветствовать съезд партии, сказать как нужно, ну нормально же, да, все мы люди, надо же как-то сглаживать углы. И сказал Михаяу, точнее, но сказал Михаяу, как жив Господь, что скажет на Господь, то я из реки. И пришел он к царю, к Ахаву, и сказал ему, царь, Михаяу, идти ли нам войной на Ромод-Беладский или нет? И сказал ему, Михаяу, иди и преуспевай, и да предаст Господь его в руки царя. А? Уговорили? Супер. Но сказал ему царь, Ахав, сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил ничего, кроме правды именем Господа. Опа, поворот. Приветствовал, Белтор Перес, наш человек с операционной комнаты. Как Ахав знает, что Михаяу говорит неправду? Теперь вы мне скажите из того, что я только что вам сказал. Ахав четко разоблачает, что пророк неправду берет, берет ложь. Да, Дим. Очень просто. Пророк говорит теми же словами, что сказали все лже-пророка. Слово в слово. Теперь понятно, как известно, что он просто так это сказал, чтобы ублажить царя. Ну, попросили, он сказал, ничего из этого не будет. Ахав моментально понимает, что Михаил говорит неправду. Сказал ему тот, Михаил, иди, преуспевай, да предаст Господь его в руки царя. Рамот Геладский. Те же самые слова, та же самая цитата. Сказал ему царь, Ахав, сколько раз заклинать тебя, заклинать тебя, не говорил ты мне ничего, кроме правды именем Господа. Ахав интересный персонаж, он царь злодей, и одновременно, одновременно, он хочет знать правду, и даже заклинает его, чтобы говорил правду именем Господа. И сказал он, Михаил, Видел я у всех израильтян, расселенных по горам, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них хозяина, посвятаться с миром каждый в дом свой. Здесь Михаил говорит уже другое пророчество, которое уже вообще не относится никак к войне, а говорит о том, что нет у них пастыря, что царь, не настоящий царь, ведет не к успеху, скорее к провалу, и поэтому пусть каждый войдет в дом свой. Не идите на войну, он еще даже и не говорит про войну. Да? То есть царь, недостойный царь, это отсюда то, что вытекает. Царь Ахав. И сказал царь израильский Ушафату, своему коллеге, и сказал израильский царь иудейскому царю, не говорил я тебе, что не будет этот пророчество во мне только доброе, только злое? Я же тебе говорил, он хоть и прок от Бога, но ждать мне только зла. И не может сказать добро. Зачем его позвали? Но сказал Михаилу, итак, слушай Слово Господне. Про это место мы все это читаем. Видела Господа, сидявшего на престоле своем, и все воинство небесное стало при нем справа и слева от него. Воинство небесное, это не звезды, это наше воинство небесное. Воинство небесное Всевышнего, и читали у Йова это бне и луким, это ангелы. И так стоит ангел справа и слева от Всевышнего. Опять-таки, что напоминает? Рошашана, точно так, как мы у Йова читали, справа и слева от него. И сказал Господь, кто бы уговорил Ахава нашего, вот здесь он впервые, первый раз, двадцатое предложение, да, значит, двадцатой главы, впервые упоминается по имени. То это он только был царь израильский. Сейчас наконец-то расшифровали это имя. Кто бы нам уговорил Ахава, чтобы он поднялся на войну и пал в рамоте Геладском? Ретерический вопрос. И один говорил так, а другой говорил эдак. Это духи, разные духи говорят по-разному. И выступил дух, и встал перед Господом и сказал, я уговорю его. И здесь, что нам говорят все комментаторы, это дух навота из Израиля, который пришел отомстить за себя. И сказал ему Господь, как? И он сказал, дух навота из Израиля, я выйду и стану духом лживых в устах всех пророков его. И сказал он, Всевышний, ты уговоришь и преуспеешь в этом, иди и сделай это. И вот теперь вселил Господь дух лжи в уста всех этих твоих пророков, все эти четыреста лжи пророков, а Господь изрек о тебе недобро, не ходи на войну. И подошел Циткяо Бенкнана и ударил Михаил по щеке и сказал, каким путем перешел от меня дух Господень, что ты горишь за меня, что горит с тобой. То есть Циткяо Бенкнана говорит, это был дух мне, и ты говоришь то, что было мне сказано. Есть очень интересный запрет пророкам говорить то, что было сказано в пророчестве другому пророку. Это тоже называется лжепророк. Есть такая вещь. Так вот, и самое печальное это вот этот вот Циткяо Бенкнана. Можно подумать, что лжепророк. На простом уровне лжепророкчик, который выдумывает, говорит там, то, что он придумал его сердце. Ну, чтобы вам совсем было сложно и запутать вас, я вам расскажу. Циткяо Бенкнана был настоящий пророк, который под конец жизни стал лжепророком. И у него на один есть еще два человека, которые упоминаются по имени в Танате. Поэтому это самая трагичная вещь, что может быть человеком, человек по рамбаму достиг наивысшей ступени развития, когда может достиг человек. Это не миллионер, это не миллиардер, это человек, который близок к Всевышнему, который слушает, что его понимает. Это пророк. Окей, там есть разные уровни, будем учить. Рамбам про это подробно пишет. Первый четверть его книги, Мармин Духим, про пророчество, как что там работает. Но в любом случае, человек, достигший наивысшего уровня развития и вдруг или не вдруг становится лжепророком. Это просто трагедия. На простом уровне, опять-таки, мы знаем даже у настоящих пророков, как и Ушаяу. Бог мог долго молчать, ничего мне сообщать. Ушаяу 28 лет ждал пророчества. Он не стал, конечно, ничего выдумывать. Он ушел в Ишиву, он руководил Ишивой, учил людей теории и Талмуду. Но были пророки, которые не выдержали этого молчания. Как же человек был на уровне, его все слушали и вдруг Бог молчит. И тогда начинаются разные выдумывания. А бывает, лжепророк жил пророком, потом стал... А, наоборот, что лжепророк стал нормальным пророком. Нет, такого не бывает. Почему? Потому что лжепророк должен предать быть смерти. То, что написано в Торе. В момент, когда лжепророк... Там есть много категорий. Из них, что человек просто выдумывается из-за смерти, самая простая категория. Например, то, что делает Циткяо Бэнкнана, он услышал пророчество, которое дало Михаилу. Кроме того, что он там выдумывает разные вещи. Поэтому были... У нас есть несколько человек. Один из них Циткяо Бэнкнана, который был настоящим пророком Всевышнего и стал лжепророком. Так бывает. Наоборот, никогда не бывает. Потому что человек это лжепророк должен быть наказан в смерть накази. В любом случае, и так вот, подошел Циткяо Бэнкнана, ударил Михаилу по щеке, и сказал, каким образом пришел от меня Дух Господь, что говорит с тобой? Ревнует. И сказал, исхаял Михаил, вот увидишь ты это в тот день, когда войдешь в скрытую комнату, чтобы спрятаться. И сказал царь израильский, Ахам, возьмите Михаилу и верните в Алмону, правительство города. Это его сын. И Йошу, сыну царя, и скажет, так сказал царь, посадите его в темницу, в тюрьму. Скудно кормить ее хлебом, скудно пыть ее водой. Лехем цар, майем лахас, немножко воды, чтоб с голоду не умер. Покуда я не вершусь в благополучность? Сказал Михаил, если ты возвратишься на благополучность, то не говорил через меня Господь. Это то же самое, что говорит Мошеф в Торе относительно Короха. Если обычно смерть и умрет Корох и все общество, не послал меня Господь вообще на все, на всю Тору, и сказал он, слушайте все народы. Окей, это опять-таки конец этой истории с прочеством. Теперь что делает царь Ахав? Ахав опасается. Поднялся царь израильский Ашафат, царь Иуды на армуд геладский и сказал царь израильский Ашафату, переоденусь я, пойду в сражение, а ты надень свою одежду. Какие были особые одежды у царя? Защитная, это вот такая вот из металла, вот эти вот кольца, которые защищали от стрел. Опять-таки, в то время металл был довольно дорог, и у Зальтян был не у всех. Поэтому у царя это было видно, у него сегодня это от пуль называется, как это, приобретаем жилет, когда это был стрелонепробиваемый, значит, жилет из колец. Его одевали, как правило, поверх одежды, он был заметен. Переоденусь я, пойдем в сражение, а ты одень свою одежду. И переоделся царь израильский под обыкновенного человека, ступил бой. Не подумайте, он не снял эти вот свои металлические одежды, он просто поверх одел обыкновенную, как мы сказали сегодня, тишину, ступолку. А царь Арамейский повелел тридцатью двум начальникам колесниц, его сказав, не сражайтесь, не с Валлием, не с Великим, только с одним царем израильским. И было, когда начальники колесниц увидели Шафата, царь, видно по одежде, по охране, повернули, они сказали, верен, это царь израильский, повернули, кем-нибудь, чтобы сразиться с ним, закричал ее Шафат. И когда они увидели, что это не царь израильский, то есть они как-то поняли по крику, что он, не Ахав, повернули от него. А один человек, воин из Арама, случайно тянул лук и поразил царь израильского сквозь швы лад. Захочешь, не попадешь. Да, у лад есть тонкие швы, и он именно между ними попал, что только подчеркивает не случайность попадания. И сказал тот своему вознице, поверни назад, вывезем из боя, потому что я болел, он тяжело ранен, стекает кровь. Но бытва в тот день разгорячилась, встал в колеснице свои против армейцев и умер вечером от потери крови. А кровь из раны его текла внутрь колесницы. И пришел к леч, пристану, при заходе солнца говорили каждый город свой, каждую страну свою. Это то, в втором прочестве. Каждый ходит, и нет ни у кого пастыря. Каждый подавал с вами. Изначально нужно было расходиться. И умер царь, и везли его в Шаврон, и похоронили царя в Шамроне в городе, и омыли колесницу в водоеме Шамронском, и псы лизали кровь Ахава. Это ровно прочество, которое пророк говорил, что псы будут лизать твою кровь. Теперь, это как бы конец истории. Теперь, ради чего все это я вам читаю, значит, смотрите, да, у нас есть некий дух, дух навота, который пришел там мстить за навота. То есть, это не сатан, но это тоже дух, как сатан. Казалось бы, там тоже какой-то странный диалог, что Бог там говорит, кто бы пойдет, кто соблазнит. Значит, а дух этот говорит, я пойду, дух навота. Всевышний говорит, как ты его соблазнишь. Что значит, как? Всевышний закон его соблазнит. Коментаты пишут, нет, это некак. Коментаты говорят, что Всевышний говорит, ты не просто должен соблазнить, должен соблазнить его определенным способом. Каким? По принципу мера за меру. Как умер навот, так и умрет Ахав, должен умереть. Как умер навот по лжесвидетельству. Точно так же умирает и Ахав. Ведь у нас есть лжепророки, которые дают лжесвидетельство. Иди и преуспеешь. Все, что нам выдумывали там, да? Поэтому Ахав должен умереть через лжесвидетельство. Это то, что Всевышний посылает этот дух. В сущности он ему приказывает. Поэтому то, что я хотел здесь сказать, да, опять-таки, что это вся композиция. Приходят разные духи к Всевышнему и с ним ведут диалоги. Это все метафора. Это все для нашего лучшего понимания. Потому что мы видим напрямую из самого диалога, что Всевышний это задумал. Ахав будет наказан. И как написано, да, значит, там написано, что псы лизали кровь навота. Точно так же псы лизали кровь Ахава. Это мера за меру. Ровно как он поступил с навотом, так и с ним поступили. Я просто это отпустил. Сами почитайте потом, да? Конец 21 главы. Поэтому, опять-таки, вот эти вот все диалоги между Всевышними и разными духами это метафора для самых простых людей, для нас с вами. На самом деле это, конечно же, все не так. Это то, что писал Рамбол. Что Бог управляет своим миром один. А нам, чтобы объяснить о детском уровне. Есть такие вот пересказы. Собрались духи, там, партсобрания, проголосовали, и то, и все. Вопрос. После слова Шеми сказал, Господь, кто бы сломил бы Ахава, что пошел и упал в работе? У Ахава оставался выбор поменять кардинальную ситуацию. Да? Да? Да, доктор Перец? Смотрите. Еще раз. Ахав был наказан за много вещей. Это не то, что одно. Но он много верхов совершил. Самый главный, с которым было поклонство. Но способ, как он будет убит, это ровно, как он убил Навота. Он убил Навота через жертвительство и он погибает через жертвительство. Псы лизали кровь Навота, псы лизали кровь Ахава. Но, еще раз, не нужно опять-таки понимать, что если вот эта ситуация, то все. Если бы правильное поведение Ахава услышал слова пророка, разошлись, никакой войны. Крым не наш, Рамот Геладский не наш, ушли, затаились. Да? И там написано, что когда Ахав подчинился Всевышнему, он вот три года не трогал. Да? То есть есть очень базисное правило для понимания Писания. Талмуд говорит так, элеф шлухим ешле ламаком. Тысяча посланников есть у Всевышнего. То есть не так так эдак навод был бы отомщен. Но вот в этой ситуации, если бы Ахав послушал пророка, не лжи пророков, а Михаяу, то тогда он бы сбежал этой смерти. В этой ситуации, в этой войне. Всевышний бы придумал бы, как его наказать. Но это уже была бы другая история. Поэтому, когда мы читаем, мы немножко рассматривали, да, в самом начале курса про Рехавама, как он расколол царство, да, значит, послушался своих детей, с которыми рос, а не советников царя. Да, а казалось бы, ведь это было сказано, раскол. На царство послово Ахия Шилуни был пророк Ахия, который сказал то, что сказал, что царство расколется. Теперь, а что было бы, если бы Рехавам послушался советникам старейшин, советникам отца своего Соломона, а не своих детей, с которым футбол играл в шахматы в карты, то царство бы все равно раскололся, но не через эту историю, а через другую. Вот что нужно понимать. Поэтому, это то, что я рассказывал про Короха, что уста земли были созданы до первой субботы, но кто в них попадет, зависит от человека. Корох сам прыгнул, стал Корохом, но сам способ наказания был изначально создан, а дальше уже свобода выбора, человек будет Корохом, или это будет шморох, который вместо него прыгнет. Поэтому, если бы Рехавам послушал советников отца, царство все равно раскололся, но не в этой истории, а как-то по-другому. Ахав все равно был бы наказан смертью за то, что вытворял, но как-то по-другому. А так как здесь, опять-таки, напрямую прилегает история с навотом, то здесь тут же вот Писание подчеркивает не просто божественную справедливость, а именно мера за меру, как Всевышний, вот ровно как ты убил навота, так и тебя убил. Я ответил? Окей. Значит, поэтому, опять-таки, смотрите, еще раз, у нас есть также у пророков, у Исаии, у Иеремии, у Ихескеля, у них есть разные описания, как они там поднимаются наверх. Есть в Талмуде такие описания, как мудвецы, там был Равхама Барбархама, который там путешествовал на небесах и так далее, и так далее, и так далее. Опять-таки, все, что они описывают, это нам чрезвычайно интересно, но это методическое описание, чтобы даже самый простой смертный понимал, что, опять-таки, все тексты, если внимательно получим, подчеркивают, что Всевышний один управляет миром, ведь он подчеркивает ему духу навота, да, как ты это сделаешь? И он не спрашивает, как, он говорит, как сделать, он говорит, что Ахава нужно умертвить ровно тем же путем, как убит твой навод. Поэтому только один Всевышний руководит своим миром. А нам, опять-таки, дают разные метафоры, которые интересно почитать, как там разные духи подниматься на верку и встречаются. Окей, поэтому, значит, это вот я завершил то, что Рамбом в первом принципе описывает слово один, в игуле водо, он единственный делал, делает и будет делать своим сотворенным. Теперь, опять-таки, начинается немножко новая тема, на самом деле, старая тема. Второй принцип Рамбома говорит о единстве Всевышнего. Четвертый принцип Рамбома говорит так. Я, значит, верю полной верой, что Творец Баславин Эмеву один, и нет единства подобного никому, и он, наш Господь, наш Бог, впервые в это слово Бог, был, есть и будет. Здесь нужно сразу сказать, что Рамбом видит вот этот запрос единства Всевышнего и сотворение мира, как очень связанные вопросы. На самом деле, он даже ставит очень часто через запятую. Поэтому, я хотел немножко, как бы, изучая единство Всевышнего, одновременно, мы заодно повторим вот этот пункт о сотворенности мира, вот этот спор, сотворен ли был мир, или он вечен. Мы находимся в Бурен-Ивухим, в ритве растерянных, первая книга, 71 глава. Знает, что многочисленные сведения относительно истинной сути предметов познания божественности, хранившиеся в нашей общине, в еврейской, были утеряны за долгие годы невежественной власти народов над нами. Другими словами, Рамбом это пишет в другом месте, из-за тягот Галута, он это пишет в ритве Туран, из-за того, что предметы эти были, как мы объяснили, недостоянием не всех людей, да, то есть это была устная Тора, что только буквальный смысл писания был доступен всем. Это то, что Рамбом говорил, что знания и божественности и науки желательно скрывать от большинства людей, от толпы, чтобы все не становились сегодня умными вирсологами и врачами. Как тебе известно, в древние времена не были записаны даже архические предания, то есть даже Ханарух со временем был записан намного позже Рамбома, да, в соответствии с повелением, которое известно в нашем народе, вот слова, которые я передаю тебе устно, ты не имеешь права записывать письменно, так написано в Талмуде в Гитии. Это повеление в отношении закона, в отношении Галахи, что Галах остается устной, величайшая мудрость, и оно предусматривает, предотвращало то, что пришлось с нами впоследствии, как сейчас, то, что пришлось впоследствии, запрет пришлось нарушить, Талмуд пришлось записать, и имеется множество сменений и разногласий, что сегодня у нас каждый Равин, значит, после Калаха приезжает в Галху по-своему, разногласия школ, неясность и свойственно оборот написанной речи, ошибки, сосудивающие толкование, представление раздора в народе, когда люди начинают делиться на секты, на правления, появляется растяженность по поводу предписанных действий, да, но в те времена, в древнем эпоху Фрама, все связанные с этим предметы, все вопросы иудаизма были отданы в распоряжение великого Санвирина, Санвирина Гадор, великого Санвирина, как мы рассняли в биологических сочетаниях Мишне Тора, опять-таки, Муреновихим, одна из последних книг Рамбом была написана, и на это указывает текст Торы. Рамбом видит плюс в том, что в древности Галлаха не было записано и у Санвирина Тора вообще, что по его мнению это преуменьшало раздоры и раскол внутри народа. Мы видим, как только записали Мишну, тут же возникает школа Гелеля и Шамая. И пошло-поехало. И даже если Галлаху оберегали от закрепления в письменной форме, доступно всем людям, из-за вреда, которым это сопровождается, каждый думает, что он про чем, он теперь все знает, он сам себя родит, то тем более нельзя ничего записывать из тайн Торы. Естественно, под тайнами Торы Рамбам понимает Кабулу в первую очередь, но не только. Он также понимает даже уровень Медраж, все эти Медраши, поэтому он пытается их объяснять. Да, он пытается объяснять, что, как правило, Медраши методы метафоры, это то, что он постоянно пишет. Он записал про книгу Йована, что Йова не было, как будто. Делал их доступными для людей. Когда-то что-то записал, даже шифром и доступными для людей, потому что он записывал. «Поэтому передавались они тайны только от избранных и длинных пиздов и неведом, как разъяснял я тебе на основании изречений, не передаю тайны никому, кроме мужа, совета умудренного, неслышанного, понимающего шепот и так далее». Это тоже цитата из Тома Хагия. И это было причиной того, что эти великие принципы были утрачены нашим народом, кстати, вот тяготы Галута, и не уцелело из них ничего, кроме редких намеков на указания, хранящиеся в Томуде в Медрошах. И они, эти указания, подобны невогочисленным хлебным зернам вокруг множества шелухи. О как! То есть многое из того, что записано по рамбаму, это шелуха, которая сознательно скрывает зерна истины, зерна хлеба. Так что люди стали заниматься шелухой, кроме этого, кроме шелухи, нет никакого сердцевины, даже те малые крупицы рассуждений связаны с понятием о единстве Бога, это наш второй принцип, которые встречаются у некоторых геоним или даже караимов. О, здесь рамбам очень интересная позиция. Он говорит, что у караимов есть мудрецы, которые писали не совсем неверные вещи. Это чрезвычайно нестандартная мысль. И это одна из причин, по которых рамбаму резко критиковали, не понимали. Или воспринятыми от мусульманских мутакалимов, о, еще лучше. Мутакалимы это мудрецы, это мутакалим по-арабски это говорящие, ведобри. Мудрецы, строго говоря. Строго говоря, рамбам в основном пишет под мутакалим мудрецы ислама. Но не только мы увидим, а то есть мудрецам мудрецы греческой философии во глазах и Платона, и Сократа, и Аристотеля это тоже мутакалим, просто не из еврейской традиции. Это мутакалим, это мудрецы, потому что мы исламские мутакалимы это мусульманские мудрецы. И поэтому даже, значит, когда есть истина среди Гаонов, значит, Равкапах говорит, что рамбам имел в виду ибн Гвероля, раби Бахи ибн Пакуду, то есть тех, кто писал про философские вещи, значит, Аврама и Березу, конечно, и Моше ибн Эзру, а также Раби Юда Олега, да, вот это его книга Кузари и так далее, да, то есть это вот вещи, которые Рамбам, значит, он считал всех этих людей геоним не в плане, что Гай Гаон и Раф Садия Гаон, которые жили там в Египте и в Вавилоне, а именно мудрецы, которые писали не только, как он говорит, про шелуху в кавычках, но и также про вот эти вот зерна истины. И это было и среди караимов даже, и даже мусульманские мудрецы. И случилось так, что первым, кто в исламе встал на этот путь, была некая секта, именно мутазолиты, отделенные. От них наши диноверцы, евреи, приняли некоторые положения, то есть прошла интересная вещь. Исламская теология взяла что-то из зудаизма и потом повлияла обратно на евреев. Таким образом. Через некоторое время в исламе возникла другая секта, а именно ашарита. Это ашария, то, что я вам говорил. Третья партия, третья идеология, которая говорит, что все божественная воля и у человека нет свободы выбора. Все ашгаха протит, но у человека абсолютно не свободы выборы. В скобках, я не крутой специалист в исламе, но из того, что я помню, это опять-таки ашарита, это ашария, это ашара, это был один исламский философ, но сегодня исламская ахалаха, это шариат, это отсюда. Это отсюда идет. Из этого же корня, из этой же школы. То есть исламская ахалаха подчеркивает, что у человека нет выбора. Чего он забылать и все. Неважно, понимает, не понимает, согласен, не согласен. Вот это вот отсутствие своего выбора. Тотально ашгаха протит без оттониться миллиметр вправо или влево, она в исламе стала главной, что ли, мейнстримной школой. То, чего в средние века еще не было. Вот и поэтому опять-таки вот отбрось все сомнения, делай, делай и только делай, даже не понимая. Это вот подход ислама, опять-таки, который, несомненно, рамбам отвергал. Что касается жителей Андалузии, в Андалузии тогда называлась Испания, не как сегодня часть Испании, но имеется в виду, конечно же, исламская Испания, мусульманская Испания, тогда христианская при рамбаме она уже была, но еще относительно маленькая и невлиятельная. Что касается жителей Андалузии, числа ближайших нашему народу, евреи, которые живут как рамбам, в Толедо там и везде, то они придерживаются речения философов и склонны к их воззрениям. Философы и их воззрения. Это Аристотель, это древнегреческая философия. Там, где они противоречат основаниям закона. То есть, то, что Аристотель не знал, он не решил в своих книгах «Сотворен ли мир» и он был лечен. В любом случае он писал, да, что идея Бога не противоречит разуму с одной стороны, с ней можно жить, но опять-таки Бог, он только в верхах, он очень дальний Бог до нижних сфер небесных, до Луны, а остальное закон природы и случайности. Поэтому во многих ты найдешь подход, который у наших соплеменников и в Рев, который совпадает и изложен в нашем трактакте, в его трактакте Рамбом. То есть, Рамбом пишет очень интересную картину, что есть масса-масса разных мнений относительно созренности мира и единства Бога. Вопрос, как мы понимаем это единство? Сейчас увидим, что Рамбом созренность мира и единства Бога это не синоним, но очень близкий термин. Вот, и поэтому сейчас немножко Рамбом опишет вот как вот вся вот эта вот диалектика развития произошла. Значит, как христиане это поняли, как мусульмане это поняли, как караимы это поняли. И у них тоже среди мусульман есть разные разногласия на эту тему. Поэтому, опять-таки, единство Всевышнего это, казалось бы, простая тема, да, то есть мы говорили, что Рамбом писал вот этот вот комментарий, значит, на Мишну, на Перекхелек немножко в дискутивном рекурсе он с кем-то тихо спорит. Поэтому понятно нам, что единство Всевышнего он спорит с христианской троицей, он про это сейчас скажет в следующем абзаце. Но для этого я вам не вижу, это самим нам понятно, да, один это не три, это понятно. Но опять-таки, но вопрос, он как по-настоящему, как правильно понимать единство Всевышнего, вот это что Рамбом волнует. Но не волнует просто определение вот ОМОН, толпа, обыватели понимают, что Бог один и что их не два. Это, ну, это ребенок в садике понимает. А как это по-настоящему, что из этого текает, вот это Рамбома чрезвычайно волнует, и на этом мы остановимся, на следующем уроке продолжим. Вопросы? Спасибо вам. Пожалуйста. Скажите, а почему выбрали историю с Ахавом, для того, чтобы объяснить единство Всевышнего? Неужели мало историй, которые более близки, более популярны? Нет-нет, история с Ахавом, она про дух Навота, что там дух Навота приходит как дух Сатана, что Бог, типа, как делает совещание в Верхах, как это на самом деле совещание, это просто иллюстрация, как пророк Всевышний приказал описать это так и разукрасить цветочками, что как внизу есть совещание в Нижнем мире у царя, так и вверху есть совещание. Это в этом контексте, это не, это в контексте, опять-таки, параллели с книгой Йова, как там духи приходят и вроде как советуются, Бог говорит, ты видел Рамбома Йова? Да не, он-то не просто так служит, он за... В этом стиле, что эта метафора аналогичная, это вот встреча в верхах, на небесах, аналогично, может, описать книги Йова, я в этом контексте. А чтобы просто понять дух Навота, нужно было пойти в историю с Навотом. Иншалла, не то же самое, что без рата, шем в иудаизме, то есть, упование Всевышнего решения. Да, Иншалла, это с помощью Всевышнего, это дословный перевод. Да, да, поэтому Аллах Акбар, это Господь Велик. Это цитата из Ильяу, когда он там вот этих вот лжепророков Бааля зарезало, Иштар не успел, которые 400 добежали у нас до 22 главы первой книги царей. Поэтому мы повторяем это вот Ашему Алю Ким, повторяем несколько раз в конце Ильяу Кипура. Основные декларативные принципы иудаизма, что Шмай Саэль, Господь Един и так далее. Поэтому да, Иншалла, это именно с Божьей помощью, без аташи абсолютно. То есть, мы видим очень часто, что арабский язык перевел вот эти вот наши термины и охотно ими пользуются. В этом нет проблем. Опять-таки, я напоминаю, что Рамбов написал эту книгу на арабско-еврейском языке. Я говорил вам или нет, что это такой испанский идыш в кавычках. То есть, опять-таки, это арабский записанный ивритским буквами, как идыш, да, это там немецкий, баварский, там, средневековый диалект записанный ивритскими буквами. Поэтому у нас сегодня есть там древние рукописи Рамбова, есть отрывки, потому что он сам писал. Там ивритские буквы, поэтому всегда перевод с арабского, но ивритскими буквами это немножко и близко к нам и далеко одновременно. Да. Скажите, Рамбом доктор был, маймонит, а у него почерк красивый был или как у докторов у всех? Непонятно. Есть легенда, что докторов плохой почерк, это легенда. Доктор Певица спорит. У Рамбома был вполне нормальный почерк, если уже кого почерк, то у Раши. Вот фонд Раши это его почерк, там некоторые буквы, ого-го, завитушки. Вот у Раши был почерк еще, кстати, немножко проблематичный. Вот у Рамбома вполне нормальный почерк есть. У нас сохранился оригинал, ну у нас, в Ватикане лежит, сохранился оригинал Мишне Тора, написанный рукой Рамбома. Его можно вполне читать. У Рамбома вполне нормальный почерк, вполне читабельный. Никакие доктора, профессора, вполне нормальный почерк Рамбома. Еще одно, Раузаил, а Хау мог знать о предпринятом относительно него решении? Пускай это метафора, пускай это буквально не столь важно. А Хау мог догадываться? А Хау мог знать, что надо немедленно что-то начинать менять? Да, ведь Бог постоянно посылает ему пророков. В каждой главе к Ахаву приходят пророки, что-то говорят. Иногда он слушает, и тогда наступает тишина и мир, как три года. Иногда нет. Ведь Михаил ему говорит, я там дух, он не говорит, что я дух новота, но это подразумевается. Он ему говорит, а не соблазняй тебя, не ходи на войну. Ведь он сам говорит, это пророк от Всевышнего, от Господа. Так послушай его, если он от Всевышнего. То есть получается, то, что он опасался, то и случилось, если он пришел. Да, это то, чего злодей опасается, с ним происходит. Это Мишлей, царь Соломон, напрямую. Sorry, Коэлли. Можно я тогда вопрос, вы сами напросились. Это в Мишлей написано, да, что чего злодей боится, то его настигает. Да, да, да. А как тогда понимать слова Иоа, который сказал, что чего я боялся, то и постигло меня? Да, это Равьосев на прошлом уроке спросил. Значит, смотрите, две вещи. Первое. Писание на прямую свидетельство засвидетельствовало, что Йов не злодей. Оно не называет его постоянно цадик, он не цадик, но про него написано, что он хороший человек. Это устами Всевышнего, Моисей записал книгу Йова. Поэтому Йов не раша, Йов не злодей. Это нужно понимать. Он не цадик, но не злодей. Он ближе к цадику, но далеко не цадик. Поэтому мы увидели, мы когда учили книгу Йова, учили, чуть-чуть, то, что нам было интересно, что у Йова, опять-таки, Йов правильно поступает, по большому счету, в жизни почти, кроме вот этого вот там жертвоприношения, одно, другое принес, да, Дима сказал правильно, но Йов внутри своего сердца и мыслей, там все гораздо хуже. Поэтому я сказал Йов в прошлом уроке, что Йов не должен был так думать, что есть такое понятие, мысли могут материализоваться. Человек не должен заботиться о вещах, которые далеки от него. Нужно заботиться о практичных вещах и эта Голоха пытается нас направить. Поэтому, еще раз, это не линкетч и рекурсия, что если так написано в Мишле и Йов так сказал, то, что объявился и настигло, значит он злодей. Это нет. Йов не злодей. Но у Йова, мы говорили, есть проблема с его мыслями, что у него лежит на сердце. Да, значит, то есть он проблематичный человек. Он умело скрывает, что он думает. Он умело скрывает всю картину мира, которую неправильно относить на Всевышнего. Поэтому, опять-таки, в каком-то плане его мысли материализовались. Плохое. Еще раз. Не потому, что он думал, что произошло. Прошло то, что не произошло, потому что Всевышнего испытал. Это не Сайон, испытание. Но, несомненно, не помогло ему в его духовных страданиях. Почему с ним пришло? То, что ему его друзья говорят, ты злодей, ты виноват. Тебя постигло не просто так. Поэтому, опять-таки, это то, что рекомендует, опять-таки, хасидизм, кабала, опять-таки, то, что человек пытается по максимуму быть человеком, даже не думать плохого. В том числе, не заботиться о плохом, не бояться плохих вещей, не привозить себе их в голову. Да, мы говорим, что человек не судим за свои мысли и за разные там сомнения. И Йов не был судим, он был испытан. Поэтому, опять-таки, Йов не злодей, но у него, несомненно, в голове и на сердце есть проблемы. И это то, что книга нам Йова рассказывает. Не то, что он там еретик, это не так. Он знает Всевышнего, Всевышний говорит, он пророк. Даже пророк может ошибаться в своей картине мира. Йов ошибался. Это то, что с ним было. Им ошибки его материализовались. Понятно. Ну, за Йова можно сказать, что он, если он и цадик в своем поколении, он просто не хахам был. Это его, наверное, проблема. Сто процентов. Все комментаторы пишут, что он очень не хахам. Ну, а можно ли тогда все эти испытания, которые произошли в его жизни, назвать из категории Сурима Гават? Что это вот, потому что нету причины все-таки. Но нету причины. Как по-другому можно объяснить эти испытания? Причина – это испытание для Йова, а для нас на самом деле чего? – это испытание и его веры, и его поведения, да, ведь он в конечном итоге заканчивается, что он не согрешил. Бог это в конце признает книги Йова, возвращает ему и платит ему в два раза больше, да, вот, и поэтому можно даже подумать, что это как испытание прорцов. Он говорит, это не так, он и близко не стал рядом с прорцами, да, поэтому тот же вопрос относится, зачем Бог сказал, там, зарежа Ицхака и так далее. То есть, это вопрос, который верен к любому испытанию, да, поэтому испытание, если же его проходит, это некий пример. сейчас в одной группе там, если что, обсуждали, значит, одно испытание, когда люди не прошли. Значит, есть такая очень туманная, печальная история про Раби Мейра и его жену, Брурию. Жена Раби Мейра, будучи женщиной, входила в комплекс наших мудрецов, Танаим. И это очень уникальная ситуация. Она учила мужчин и так далее, была очень достойной женщиной, но, значит, она сомневалась, значит, то, что мы сейчас скажем, все написано в Талмуде. Она сомневалась, то, что мудрецы сказали, нашим да там кала, что, значит, женщины легкомыслины. Раби Мейра сказал ей, ты с ними согласишься. И она смеялась, что он сделал? Послал ученика Раби Мейра к своей жене, чтобы его соблазнить. Ее соблазнить. И послал его, чтобы ее соблазнить. Муж, собственную жену. В общем, еще раз, там очень много, там есть несколько версий этой истории, как-нибудь расскажу вам, может, в следующем уроке. В любом случае, под конец ему это удалось, ученику. Так, по первой версии. Значит, уброри основ, что произошло, покончил жизнь самоубийством, Раби Мейр бежал в Вавилон, его могила неизвестна. Вот такая история, испытания, которые люди не выдержали, возникают. И там больше вопросов, чем ответа во всей этой истории. Как муж посылает учеников к собственной жене и так далее. И оба наши мудрецы, Танаим, да, там, вся Мишна, простая, она по Раби Мейру, да, если не упоминать какие-то имена, да, и так далее. Поэтому мы видим, что есть испытания, которые люди не выдерживают, есть тогда. Но ведь Раби Мейр похоронен, якобы, в кавычках, около Твери, около Кенерета. Или это не тот, эта могила его там ненастоящая? Еще раз, я не утверждаю ни то, ни наоборот. Возможно, его похоронили после смерти. Есть вероятность, что его принесли, похоронили после смерти. Раби Мейр, Баарнез, да, опять-таки, Рамбам тоже жил в Египте, умер, и его могила в Твери. Поэтому сегодня, не дай Бог, люди ходят из жизни, хоронят в Израиле, и тогда это тоже было возможно. Поэтому, вероятнее всего, это, скорее всего, это, да, его могила, но опять-таки, он конец жизни провел в Вавилоне. Вот. Поэтому, опять-таки, испытания люди или выдерживают, или не выдерживают. И, окей, если хотите, поговорим про испытания, я вам расскажу еще пару историй жизни Раби Мейра, и Брури, и сестры, там тоже были испытания. Поэтому не все выдерживают испытания. Если люди выдерживают испытания, если люди не выдерживают испытания. Можно ли вопрос по прошедшей недельной главе? Пожалуйста, если знаете. Ну, конечно. Я почему спрашиваю, потому что накануне Рэп Дмитрий Калашник, он сделал очень хороший, замечательный урок, но он чуть для меня не договорил. Возможно, вы, Раузе, поможете. Как известно, Мецойра, это удел еврейского народа, но Нейман не был евреем. Почему на нем был признак этот раз? И, во-вторых, почему к очищению Неймана была применена методика, которая не описана в качестве очищающей от Мецойра в Торе? Я думаю, правильно, Павлахе сначала скажет не еврей, а потом Рабин доплавил. Пока книга есть, у нас одна книга на эту тему. Нет, нет, просто я в третий год изучаю эту тему, я просто скажу, чтобы вам было проще отвечать на наш вопрос. Это тема, которую я три года разрабатываю. Как может не еврей заработать? Смотрите, сначала я расскажу все версии, да, мы в свое время еще два года назад рисовали табличку. Слева плюс, а справа минус. Минус, то, что это было физическое заболевание, справа духовное заболевание. Я вам скажу, что получилось где-то 15 на 15, плюс-минус. То есть, есть приметы того, что это духовное заболевание, есть приметы, что это не духовное заболевание, физическое, обычное. Не хочу вдаваться в детали. Дальше, спрашиваю у наших любимых религиозных сионистов, такого Кравьона Леви, Нравшерки. Они говорят, конечно, это было духовное заболевание и показывают мне на плюсы, которые я нарисовал. Я ему говорю, подожди, ну смотри, здесь нет Коина, нет того, нет сего, нет тадада. Они говорят, отставь. Спрашиваем Рава Гитика, нашего любимого. Он говорит, Дима, ну есть по Аллаха. Не может в никоем случае болеть проказой не еврей. И показывает мне все минусы, которые я написал. Я ему говорю, подождите, ну вот же есть плюсы. Оно было не заразное, он воевал с ней и так далее, и так далее, и так далее. Рав Гитик говорит, нет, есть Аллаха и все, отстань. Есть люди, которые говорят, что-то среднее. Самый лучший вариант, который на сегодня я слышал, это Раби Уиллис, Эш-Ха-Тора, американский раввин, я не помню имя его, Уиллис. И он сказал следующее. Он говорит, что до разрушения первого храма люди жили на высочайшем духовном уровне, и евреи, и неевреи. То есть граница между материальным и духовным была минимальная. и поэтому, говорит он, люди в то время болели проказой и евреи, и неевреи. Вот это мне самый лучший вариант нравится ответа, потому что иначе Аллаха говорит, нет, другие говорят, ну а почему бы нет, и пошло-поехало. А теперь мнение Равазеева, что он скажет. Окей, я близок, по-моему, вот это Равилис Равьона, там, если я правильно помню, значит, смотрите, вот эта вот проказа, цара, ответцура, это была и физическая, и духовная болезнь одновременно. То есть у нее были физические проявления, но, несомненно, и это основа нашей традиции, что корни этой болезни духовные. То есть та вот проказа, которую подавили в 19-20 веке, это только физическая болезнь, которую вы, как доктор, чем пенициллином подавили, чем ту проказу подавили? Да. Да, пенициллина, пенициллина, да? То есть мы сегодня называем одним словом разные болезни. Так бывает, так бывает, да, то есть возможно внешнее совпадение и так далее. В любом случае нужно знать следующую вещь, что действительно да, значит, вещь, которая бывает у евреев иногда, как исключение, бывает у неевреев. Например, термин Машеф, Мессия, он применим ко всем еврейским царям. Есть один нееврейский царь, который к нему применяется, это, конечно же, Кир, да, и так далее. Потому ты находишь всегда, что вот когда написано только у евреев, да, там, пророчество, ну, или у евреев, или ради земли Израиля, ты находишь, что немножко было и нееврейский пророк. Помните, из книги Йова, вот эти вот его друзья, все, включая Йова самого, или Фаз, и этот вот, да, и Ливу, и этот вот Бельдад, и Йов сам, они тоже пророки, да, поэтому мы находим, что было немного неевреев, которые были пророки, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, опять-таки, представляется, что Наоман, это немножко вот похоже на этого вот царя Кира, кореш, он по-персидски, да, значит, то есть он был, то есть в чем, значит, объясняют комментаторы, почему кореш или Кир называется мессией. Он был царь нееврейский для евреев, разрешил построить, начинать отстроить второй фланг. Поэтому Наоман то же самое. Он нееврейский военачальник, его проказа нас чему-то учит. То есть он нееврей, он болел той вот настоящей проказой, корни которой духовные, а видимость которой физической, и поэтому про него подробно описывает Танах. Если бы он просто там это вот, ну, так там где-то было, не знаю, в Тосфот там, где-нибудь междустрочек там у Геоним было бы написано, в каких-нибудь медрашах там дальних где-то было закидано, да, но то, что ему уделяется столько места в Святом Писании, это для нас, чтобы мы чего-то научили. Поэтому, несомненно, Наоман там не еврей, он не тайно сделал геюры, не был гоноха, ничего такого, в этом никто не подозревает. Он нееврейский военачальник, и он стал проказой ради нас, чтобы мы чего-то выучили. Точно так же, как мы говорим про Йова, испытания Йова, они для нас, чтобы мы чего-то выучили чего-то. И мы говорили, что там галаха учит все законы траура, из Йова, и так далее, и так далее, и так далее. Таня пишет, что по поводу испытаний испытаний... А почему способ очищения, Раузею, способ очищения Неймана использован, или Дмитрий, не использован тот, о котором говорит Тора, а идея кунись в воду. Об этом Тора не говорит, про такой способ очищения. Я могу еще, у нас просто заканчивает срок, если Натан даст время, я могу рассказать, и как раз в субботу этим занимался, способом извлечения этой проказы. Натан, у нас есть время? Чуть-чуть. Натан? Просто это займет немножко времени. Окей, давайте я этот вопрос оставлю. Сейчас у меня есть ответ, я его помню, но я просто, я боюсь, что просто там есть какой-то следует... Натан, у нас есть время или нет? Натан? Наверное, он на уроке Равзеева-Мешкова и вас не слышит. А, значит, время есть. Хорошо, тогда, если хотите, я просто зацитирую человека, который написал, и это важно. Подождите секунду, сейчас приду, принесу книгу на секунду, я дам вам ответ. Дима, ты далеко ушел? Я хочу воспользоваться книгой Рава Туболя. Значит, это, и то, что мы сейчас говорим, пусть для его выздоровления, он, к сожалению, лежит в больнице уже не один день, из-за вот этой вот болезни, которая сейчас. Поэтому, то, что я сейчас скажу, это его книга, вот, это будет ему, лирфа, шлема, рави, хябин, айша, тубулях, билин, леон, бимирабе, так вот, значит, равтобаль, значит, говорит, значит, он говорит следующую вещь, по поводу, значит, не, не проказы, а именно способы излечения, то, что вы спросили, да, одну секунду, одну секунду, значит, по поводу излечения, говорит там, значит, девушка на Аману, великую вещь, значит, он сказал тебе, пойди окунись, и он окунается, излечивается, говорит, значит, в Талмуде, в Томисе Ангедрин, Кавзайна Мудбет, страница 107, второй лист, значит, эта история приводится, и разъясняет его марша, что есть два способа излечения, есть природный, и есть чудесный, да, природный способ, это, например, принимать минеральный, ванны, как на разных курортах, значит, Талмуд и марша пишут, как в воды Твери, как известно, в воды Твери, и раньше, сегодня, есть хамей Тверя, на прийти, значит, там горячая вода, и оно вылечивается, то есть, первый способ, это природный, да, поехать на курорт, попить водички, грязь и ванны, второй же способ излечения, это чудесное излечение, когда праведник за тебя молится, да, но, когда праведник молится, праведник не хочет открытого чуда, а праведник молится, чтобы человек был излечен чудом, которое близко к природе, поэтому, помолился Ильиша, пророк, чтобы его чудо излечения было близко к природе, макнулся, вроде как, дальше, есть интересная история, мы читали сейчас, автору, что были арбами, цурами, было четыре прокаженных, кто эти, которые там сидели, не могли войти в город, в Шамрон, четыре прокаженных, это Геяхази и трое его сыновей, это Талмуд говорит, да, теперь, то есть, Ильиша, значит, проклинает Геяхази, за что? За то, что он взял подарки у Наомана, подарки, он там зарплату взял, значит, Наоман ему заплатил за излечение десять, кикарот кэсов, как перевести, Дим, хорошо это, десять, десять талантов, десять талантов, серебра, хорошие деньги, между прочим, спасибо, Дим, значит, шесть тысяч золотых динаров, десять одежд, да, теперь, казалось бы, казалось бы, вот этот вот, Геяхази, он провел коррупцию, да, значит, он взял, его учитель, Ильиша, не взял ничего, а он взял, казалось бы, он его за это наказывает, он говорит, титбак беха царат нааман бехау без ареха, что на тебя перейдет вот это вот царат наамана и на твое потомство даже, на твое детей, потому четыре, этот он трое восстановить, верно, Дим? Теперь, но, однако, он наказан не за это, значит, он, этот вот Геяхази, отрицал силу пророка, силу праведника, что он за него помолился, он его спас, он хотел сказать Геяхази, что он вылечил его естественным путем, да, как в том анекдоте, но за то, что тут я знаю, куда стучать молотком, я беру миллион, да, вот он знал, где, в каком месте нужно окнуться в Твери, и поэтому, это природное излечание, за природное излечание, а то он, он решил брать деньги, поэтому Геяхази идет и берет деньги, не потому, что он коррумпировал, он коррумпировал, он берет не поэтому деньги, а потому, что он отрицает чудо и силу молитвы своего учителя, понимаете? И еще, сказали мудрецы Талмуда, что Геяхази был наказан за то, что он называл своего учителя по имени, при нем, да, то есть, не называл его пророк Элиша, или там мой учитель, а он говорит, воемер Геяхази, да не амелех, зото Иша, визобнаширихея Элиша, господин царь, вот женщина, вот ребенок, которого вылечил Элиша, он думал, что другом с ним в карты играет, домино, он его учитель, он пророк, человек из лучшего уровня, теперь, и дальше, Маарша связывает эти вещи, да, что он опять-таки называл учителя по имени, а Талмуд говорит еще одну интересную вещь, да, то есть, в чем причина, сейчас увидим, что интеграл, все причина, на самом деле, все один и корень, Талмуд еще говорит, интересную вещь, в том, что мы садедем, но он в другом листе, не Кавзайна, да, в Кафамудалев, страница 100, первый лист, за что был наказан Гейхази, за то, что он не пускал учеников учиться, быть мидраж, закрывал перед ними ворота, и поэтому написано во вторе, вот четверо сидят перед воротами, ровно мера за меру, он закрыл ворота ученикам, чтобы не шли учиться к пророку Ирише, перед ним закрыли ворота в Шамрон, он сидит перед воротами, я вас меру, как мы сказали, теперь, теперь сделаем интеграл, объединим все три, и так, человек, Гейхази, не верит в пророчество, не верит в силу праведника, не верит в молитву к Всевышнему, и поэтому он говорит, что к нему ходить учиться, идем, идите, гуляйте отсюда, закроем ворота, поэтому называют его по имени, он пренебрегает учителем, поэтому он берет деньги, потому что он вылечил естественным путем, он мудрый человек, но не более того, он не пророк, он не цадик, да, значит, поэтому, опять-таки, вот это все пренебрежение, пренебрежение учителем, перемежение святым, перемежение молитвы, перемежение духовным, это в сущности царат, это вот и есть, духовный корень всего этого дела, да, Дим? я услышал о знайм, Раф Сороцкин, величайший мудрец, лет, наверное, 60-70 назад, он вообще интересную вещь сказал, я, он говорит, посмотрите внимательно поведение гейхази, на Амана и Элиши, Элиши, они взяли денег, вот, и тот стал бной ног, причем официально, декларацию сказал вслух, теперь мой бог единственный, да, более того, он скажет, можно ли у меня купить земли у вас здесь, приобрести, я буду герташав, это чистейший бы но, но, Раф Сороцкин говорит, если бы гейхази не догнал его, и не взял то, что взял, то прошел бы дьюр, человек бы прошел дьюр, у нас бы был, вот в этом большая-большая проблема. Да, да, поэтому еще раз, опять-таки, вот, вот это вот гейхази, опять-таки, да, значит, опять-таки, Наоман, как ни странно, доктор Перец, он, пример такого вот злодея, который воюет с евреями, он презирает евреев, он презирает их бога, там, значит, вот мы их опустили, мы сейчас читали, только вы пришли на урок, значит, там, значит, они все говорят, вот бог евреев, он бог гор, поэтому они у нас выиграли, пойдем сразимся с ними в равнине, и мы их сделаем, за это бог посылает пороков и говорит, за то, что они сказали, я их на равнине предам вам, потому что их сто раз больше, чем вас, да, этих армейцев, то есть мы видим, что человек из злейшего врага евреев, увидев на себе, на своем мясе, на своем теле, когда до него дошло, перерождается, в хорошем смысле слова, он уже бы, возможно, сделал бы гюр, поэтому вот этот вот нааман, он как раз, например, такой вот эволюции, в хорошую сторону, поэтому он был не еврей, возможно, конец, правильная история совершенно, чтобы он прошел бы гюр, да, и был бы достойный быть царем, вместо Ахава, быть может, вот царь не может быть гером, да, неважно, в любом случае, опять-таки, вот это вот царат нааман, вернее, реакция наамана, на его проказу, она правильная, он задумывается о смысле жизни, и он в каком-то плане меняет себя, и это правильно, то есть он начинает более правильно говорить, правильно себя вести, он пытается заплатить по, как это, по земным понятиям, ему сделали хорошо, его спасли, ну, почти жизнь, да, то есть, опять-таки, он хочет заплатить, этот его пророк не взял, хотя бы его услуге заплатил уже, то есть он по своим понятиям действует верно, да, а Гехази по всем понятиям, опять-таки, отрицает божественное проведение, силу молитвы, силу праведника, и так далее, силу Торы, все, что хотите, то есть он вот, как это, как сегодня говорят, монетизирует, капитализирует, силу пророка в личных целях, и за это, и за это он тоже, да, вот, получает проказу, поэтому действительно, мы видим, что нааман был плохой, стал хорошей, стереотипно, Гехази наоборот, был хорошей, стал плохой, они происходят ровно обратный процесс, и это вот царат, она, как печать, штемпель символизирует это, да, Дим? Вы как настоящий дипломант, вы скажите, да или нет, у наамана была духовная болезнь еврейская, которая называется царат, или это была еврейская, нееврейская болезнь, которая просто вообще духовная царат? Мне кажется, что у него было, да, и то, и другое, и физическая, и духовная, мне кажется, потому что, опять-таки, ему столько времени уделяется, пророки им занимаются, представляется, что у него тоже духовный, то есть он один из немногих, как исключение, у которых была еврейская царат, включая духовная. Это мое мнение, опять-таки, я никому не могу ничего не доказать, но я так, это мое впечатление, всего, что я читаю, всего, что я вижу, не то, что он важный человек, он важный человек, но писание много важных людей но он опять-таки дает пример как можно и нужно себя вести вы знаете я часто при такой патологии как герпес на губах я очень часто в основном это не евреи и когда меня спрашивают доктор что надо принимать прежде чем вы писать три специфических препарата я всегда говорю что надо меньше болтать надо бороться с лошонара и возможно ничего не надо будет назначать и вы знаете что я вам скажу эти люди приходят и они говорят вы знаете доктор мы послушались я купил лекарства а я не купила послушался это работа я всегда об этом думаю я знаю правила что нельзя сравнивать нельзя искать в теперь даже подобия медсор и да цара вот но я пользуюсь этим и часто людям советую просто уменьшить злословие и они говорят это работают это все не еврей быть может иметь меньше язык она всегда работает поэтому опять таки это вот я все привел слова работу боля из леона чтобы он выздоровел нам скорости духовной физически вот и поэтому он здесь еще долго 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 приводит другую мысль опять-таки но опять-таки вот это вот царат на аман мне как мне как мне представляется что была настоящая царат еврейская имела духовные корни и физическое проявление и опять-таки пророк его спас чудесным образом замаскировав под природный и так далее это вот настоящий пророк настоящий человек который который себя не выпячивает а делает все как будто и без него бы обошлось и без него бы не обошлось спасибо вот так все спасибо вторник как обычно в то же самое время послезавтра всем хорошей спасибо